Заброшенная больница для больных туберкулезом. В годы ее работы здесь умирало большое количество людей. И я считаю, что это не прошло бесследно для такого места. Именно поэтому сегодня я с Тимофеем Данишевским с канала Мистическая Корпорация решил отправиться сюда. Привет, друзья! Меня зовут Тимофей Данишевский, я с канала Мистическая Корпорация. Меня зовут Александр Кошкин, и это проект «Серхъестественный». Сегодня мы приехали в усадьбу, где была потом больница. Александр пригласил меня сюда, и мы сегодня проведем здесь эксперимент, который собирались. Да, проведем несколько экспериментов, да и вообще посмотрим это место на наличие здесь паранормальной активности. В то время, когда здесь была лечебница туберкулезная, здесь часто умирали люди. Поэтому активность здесь может быть. Собственно, сегодня мы это будем проверять. Никаких жутких историй об этом месте, друзья, мы не нашли. Никаких легенд, ничего прочего. Сегодня мы приехали сюда для того, чтобы просто изучить это место на наличии здесь. Будет ли активность и все прочее. Сегодня формат будет немного отличаться от того, что у меня на канале. Поэтому для меня это что-то новое. Сегодня буду снимать как Александр. В таком стиле. С вами Тимофей Данишевский, канал Мистическая Корпорация. Меня зовут Александр Кошкин. Это проект «Севь, естественно», и мы начинаем. Итак, друзья, вот это был главный вход. Уже, наверное, во время больницы, да еще во время усадьбы. Да, потому что на каком-то обзоре мы видели, что были еще входа сюда в это здание, входа. Он больше на главный вход похожий, нежели на какой-то запасман. Да, сразу на верх пойдем. Давай по низу пройдемся, чтобы наверх к этаже. Итак, друзья, первый этаж. Усадьба сама по себе очень огромная. Точнее, это уже не усадьба, а больница в последнее время была. Всего имеется 4 этажа и подвальное помещение. Да, подвальное помещение не особо огромное. Да, друзья, вот этот вход. Вот, через него мы изначально зашли, потому что больше нигде было нельзя забраться. Ну, если только через окно. Вот, через окно. Вот, через окно. Ну, я думаю, что здесь какая-то сына, она намного. друзья смотрите какой достаточно жуткий коридор с большим количеством дверей у меня есть предположение что скорее всего это были какие-то палаты у Мы с Тимофеем, когда сюда зашли, сразу почувствовали такую атмосферу напряженную Чувствуется, что как будто, знаешь, как это говорят, смертью пахнет На предчувствии что-то ощущается Да-да-да, вот такое есть Но в большинстве случаев меня чувство не погладило никогда еще Вот это окошко, очень похоже на какую-то регистратуру, может быть, или что-то такое Здесь у нас тупик У меня еще биктофон, следовательно, он разобрался У Александра есть биктофон И, наверное, на каждом этаже мы попытаемся связаться с существами, которые здесь видоединяются Какой ритол? Зря я не взял свисток Можно было бы попробовать Ну, как вариант, можно было бы Ну, у нас и так достаточно с собой всяких приборов, которые мы в дальнейшем испытаем Да, но на поверхности все-таки есть Вот видите, друзья, еще остались эти Лепнина, так называемая Еще со времен самой усадьбы Хочу заметить, друзья, это всего лишь еще первый этаж То есть, вот это все огромное помещение Это только первый этаж А впереди еще у нас четыре этажа Спало, наверное, еще немного Я все-таки стараюсь качать Ну, да, стекла разбиты Очень такая, друзья, лютая атмосфера Так, друзья, сейчас прошли, получается, первый этаж Идем к лестнице на второй Тимофей слышал какой-то подозрительный звук Похоже на удар бочки А, как будто об бочку, да? Слышишь сейчас, как вода капает Ну, примерно такой же, только более-более раздающийся Ты как раз вперед ушел, а я позади тебя был Так, друзья, вот тут у нас еще спуск в подвал Но туда мы, наверное, зайдем в последнюю очередь Пойдем здесь, по этой лестнице Да, да Или по главной Можно, в принципе, по главной подняться Пойдем по главной Пойдем по главной Есть кто дома? Здесь есть, по нему? Пойдем пока тишина Так Так Пойдем по главной Пойдем по главной Очень, друзья Такая атмосфера Как вам сказать-то Очень напряженная Не знаю почему Но чувствую себя прям неспокойно Тим Есть такое ощущение Какого-то спокойствия Да, 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 да А я когда вот отхожу, короче У меня такое прям это Нахлынивает прям ощущение такое Да, 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 да Именно когда вот мы расходимся с тобой Да, расходимся Может, кстати, будем здесь Как вариант Разделяться на двое По рации Да, наверное, сейчас Если ничего не получится С диктофоном Да, сейчас пройдем эксперимент Здесь с диктофоном Посмотрим, что он покажет А потом, наверное, с тобой разойдемся И проверим поодиночке Так, друзья Сейчас у нас первый эксперимент На втором этаже Этой огромной больницы Сейчас будем задавать вопросы на диктофон Посмотрим, может, нам кто-нибудь что-нибудь ответит Здесь кто-нибудь есть? Если здесь есть какая-нибудь сущность Может, нам дать знак? Здесь кто-нибудь есть? Если здесь есть какая-нибудь сущность Можно дать знак? Пока, друзья, тишина Я тоже ничего не услышал Сейчас мы сделали сеанс Никаких звуков не было Но это только второй этаж Сейчас мы попробуем На первом Три, четыре Четыре На каждом этаже мы попробуем провести это И посмотрим, что получится Так, друзья Сейчас мы с Тимофеем поднимемся на третий этаж Посмотрим, что у нас происходит там Чтобы, друзья, вы представляли, какая высота Давайте посмотрим, что вы хотите Что значит, что у нас происходит Друзья, вот чем я больше здесь прохожусь, в этом месте, тем как-то является такое ощущение, все-таки как будто здесь помимо нас еще кто-то есть, вот ощущение вот этого присутствия. Сейчас, честно говоря, даже мурашки по коже бегут. Вот так вот. Заметил короче, такая фигня, вот чем больше здесь, находишься, тем больше появляется ощущение, как будто помимо нас, здесь как будто еще есть тот, вот ощущение такого присутствия, как будто рядом с тобой кто-то еще есть. Как будто за тобой капитан кто-то ходит, есть даже ощущение. Да-да-да. Еще из-за того, что здание большое, действительно, огромное здание. Да, здание просто огромное. Да вот просто представить, это была туберкулезная больница. Это было еще даже, когда, в советское время, да? В советское время была больница, в вечернице. Тогда от туберкулеза просто погибали люди пачками. И я не удивлюсь, если тут, где-нибудь в подвале, был какой-нибудь даже еще и морг. Потому что у такой огромной больницы, по-любому, должен быть свой морг. Друзья, повсюду всякие вот шорохи такие, типа капли капают, всякие скрипы. Я не знаю, пишут их камеры или нет, но вот таких звуков здесь просто полно. Итак, друзья, это у нас четвертый этаж. Все по всему, когда-то был заколочен. Ну, кто-то здесь все сломал. Тут кто-то есть? Смотри-ка, бочка. Это что такое у нас? Это у нас сода. У меня есть такое предположение, что, скорее всего, сода использовалась для обеззараживания. Возможно, надо проверить эту информацию. Да, кстати, надо будет проверить информацию. Друзья, кто, может быть, знает, кто, может, работал или работает в медицинской сфере, используется ли сода для дезинфекции в таких вот больницах? А если для чего-то другого, то тоже напишите, потому что интересно. Здесь прям ее огромное количество по всему этому насыпано. Ничто не. Она вот везде рассыпана. По всему чердаку. Так, друзья, сейчас мы находимся на четвертом этаже. Здесь сейчас проведем второй эксперимент. Будет у нас также диктофон. И еще попробуем с радиоприемником. Нам может кто-нибудь дать знак? Что-нибудь сказать? Что-то есть. Если здесь кто-нибудь есть, подай какой-нибудь знак. Коробки длинные. Слушай, как будто не пробивает сам сквозь это. Да-да-да, здесь все. Вот, видишь, как будто он. Ну, что мы там так? И вот, что куда-то это все. Если здесь есть какая-то сущность, скажи нам кто-нибудь. Такое, такое, вот, я раньше тоже брал, когда, да? Я с собой радио, приезжал, все точно так же делал, и никогда ничего подобного такого не было. Если никаких помех не было. Ну да, я понял. А тут видишь, будто бы возникает такое, что он что-то говорит. Да-да-да, есть вот такой, типа, прерывы, вот эти обрывки. Да-да-да, за счет этого я думаю, что это... Хотя вот обычно, когда я снимаю, появляются реально какие-то вот голоса. И я их не могу разобрать, но я слышу, что-то кто-то что-то говорит. А здесь получается сейчас так, что просто вот этим вот обрывками, как будто пытается кто-то выйти с нами. Как будто ему сил не хватает. Да-да-да, есть такое. Они же есть, есть духи, которые подзаряжаются вот от лун. Есть духи, которые подзаряжаются вот от лун цикла. Вот, и когда им не хватает, они должны от чего-то питаться. Поэтому иногда в домах садятся батареи, аккумуляторы и все прочее. Они забирают часть энергии, чтобы выдать что-то, показать, что подтвердить свое присутствие. Возьмем. Давай еще раз попробуем. Давай. Слышал? Да, что-то было. Я не могу разобрать. Я не могу разобрать. Слушай, ну не оселяет оно. Давай, видишь, чуть-чуть пробилось. Да, что-то было. Прямо вот какой-то момент был отчет, кто-то что-то сказал. Прямо фраза. была фраза и еще под конец были как будто крики но я по крайней мере слышал крики но было что-то похоже да надо просто еще на монтаже смотреть что ты и я разберем это все и посмотрим конечно вы друзья все это уже услышите увеличено звуки постараемся что-то из этого мы будем сгадать будем проводить здесь второе что хотели да чат проведем наверное с еще раз диктофоном может быть тут получится потому что но там внизу было совсем это глухо если здесь кто-то есть дай нам знак скажи какое-нибудь слово если здесь кто-то есть дай нам знак скажи какое нибудь слово нет погоди может и есть сейчас слышал где-то бы что-то слышал сейчас отмотает как будто много голосов вдали говорят как шепот если только шепот да но их прям много но мы слышим как шепот допустим да но это видимо эти пациенты да как будто шум много голосов как будто кто-то общается там толпа но это прям слышно очень отдаленно друзья посмотрели первый выпуск из этой жуткой заброшенной больницы продолжение выйдет ровно через неделю там живы полный разбор всех странных моментов из этой локации ну а пока вы можете написать комментариях свое мнение об этом месте а также описать те странные моменты которые вы заметили а я не увидел или не услышал не забудьте перейти на канал тимофея у него скоро выйдет ролик с этого места от его лица но меня зовут александр кошкин это проект сверхъестественное не забудьте подписаться к те кто еще не подписан на мой канал всем удачи всем пока